С 1 декабря ужесточаются требования к ипотеке. Банк России вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10% в рамках участия в долевом строительстве жилья. С этого месяца брокеры не смогут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг из недружественных стран, если в результате сделки их доли в портфеле инвестора превысит 5%. Заработал закон об иностранных агентах. Им запрещается осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков. С 1 декабря россияне могут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования в виде штрих-кода вместо бумажных или пластиковых документов. Это нововведение уже не раз откладывалось. Последняя дата должна была быть 1 июля 2022 года, однако программное обеспечение не позволило ввести тогда. Что предполагается? Что по сути гражданам более не нужно будет использовать бумажный полис. Что теперь полис будет выдаваться в виде штрих-кода на госуслугах и по сути граждане могут вообще его с собой не брать. Приходить в больницу без полиса и на одном только паспорте, на основании одного только паспорта получать все необходимые медицинские услуги. Кстати, я напоминаю, что для экстренной медицинской помощи полис никогда не был нужен и эти изменения его не коснутся. С декабря вступают в силу сразу несколько норм, расширяющих взаимодействие граждан и государства онлайн. Расширяется перечень возможностей на портале госуслуг. Там теперь можно записаться на сдачу экзаменов на право управления автомобилем и другими видами самоходной техники. Подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Через госуслуги можно встать на учет в налоговом органе, физическому лицу и т.д. Повышается открытость государственных и муниципальных органов, а также подведомственных учреждений, школ, больниц и прочих. Все они должны создавать официальные страницы в российских социальных сетях в Одноклассниках и ВКонтакте. Но я могу сказать сразу, что, например, в школы уже спустили подобное руководство и от школ требуют вести и в Одноклассниках, и ВКонтакте. Там они должны размещать актуальную информацию о своей деятельности, о происходящих у них событиях и т.д. Лично для меня это скорее представляет собой дополнительную нагрузку на сотрудников этих учреждений. Ну, например, вряд ли кто-то в школе выделит отдельную должность специалиста по соцсетям. А у них и так довольно много групп, которые они должны вести. До конца этого месяца турфирмы должны вернуть туристам средства за поездки, которые были оплачены до 31 марта 2020 года, но так и не состоялись. 31 декабря заканчивается срок для выплаты компенсации тем туристам, которые еще в допандемийные времена оформили туфу путевку. Помните, были такие случаи, когда отменяли все туры. И вот для тех туристов, которые купили тур в страны, ограничившие въезд туристов или которые не принимали самолеты, для них вот 31 декабря 2022 года будет последняя дата, когда туркомпания обязана выплатить. Напомню, что остальным туристам, которым отменяли по иным причинам, им должны были выплатить уже до 31 декабря еще 2021 года. Если обанкротилась компания, существует у нас специальный, скажем так, страховой фонд для туристических компаний, которые должны были страховаться в этом фонде. Однако там тоже не со всеми туристами все просто. Существуют ситуации, когда имелись мошеннические мероприятия, вносили в фонд гораздо меньше, чем продали путевок. То есть здесь, конечно, не все просто для туристов. С 26 декабря расширяется перечень сведений Реестра малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки. Если нарушения таких организаций при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку предприятия смогут через год. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События.